Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем первые стихи 25 главы книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». То есть, еще раз, Господь призывает через Моисея сынов Израиля к тому, чтобы они собрали для Бога приношение. И эти дары пусть принимаются от каждого, кто с радостью пожелает принести дар. Эти слова знаменуют собой какой-то ключевой поворот в истории отношений между человеком и Богом. И здесь мы касаемся чего-то самого важного в нашей духовной, религиозной и просто человеческой жизни. Язычники тоже приносили жертвы своим божествам, но никогда их жертвоприношения не были знаком радости, благодарения, свободы и сыновнего доверия к Богу, как в иудаизме и в христианстве. И именно с появлением Скинии Завета, то есть шатра, в котором будет пребывать Бог, шатра, который станет знаком божественного присутствия посреди своего народа, возникает нечто новое. Конечно, вы скажете, что у язычников храм – это тоже место обитания божества, тоже дом Божий. Это такая расхожая идея во всех религиях. Но в Библии это нечто совершенно особое. Святилище – это дом, в который человек приходит с подарками, с приношениями, куда человек вносит свой вклад. И в этом есть нечто совершенно особенное и глубокое, что принципиально отличается от всего остального мира. И это отличие состоит в том, что в глазах Бога принесение даров является источником величия человека. Тот, кто приносит дары, он тем самым проявляет свое величие. И тот, кто принимает дары с благодарностью, осознанно, он тем самым утверждает достоинство этого человека. Осторожно, я в этот момент не говорю о каких-то богатых людях, которые своими подарками хотят задушить людей неимущих, которые своими подарками хотят показать просто, что у них есть деньги. Понятно, что таких людей, в конце концов, не так уж много, но гораздо больше нас окружают люди совсем другой психологии, с психологией потребителей. Итак, в чем же новизна того, что происходит в этот момент? До тех пор, пока народ Божий от Бога получал подарки, он оставался простым потребителем, а потребитель не приобретает ничего. До сих пор все, что народ имел, исходило непосредственно от Бога. Он сам для себя ничего не сделал. Бог спас его в Египте от смерти. Бог освободил его от рабства, увел в пустыню, перевел через Красное море. Именно в этом переходе через море, в этой Пасхе, рождается народ, сборище рабов, нищебродов, людей обездоленных, вдруг преображается и становится народом. Когда этот народ голоден, то Бог дает им есть. Когда они жаждут, Он дает им пить. Может быть, единственным исключением на пути в пустыне была битва против амаликитян. Здесь народ сам за себя сражается. А кроме этого, они для себя не сделали вообще ничего. С материальной точки зрения, конечно, помощь свыше всегда является великим подспорьем. Но, к сожалению, в духовном плане и даже с психологической точки зрения, это может оказаться не очень полезным. Потому что человек легко привыкает к своему положению, он перестает благодарить, перестает осознавать вообще, что происходит. И мы видим, что сыны Израиля стали зависимыми людьми. Они стали несамостоятельными людьми, как те, которые всегда ждут какой-то подачки, что кто-то за них решит житейские проблемы. Люди незрелые, не способные взять на себя ответственность ни за себя, ни за других. О них кто-то постоянно должен проявлять заботу, а они будут постоянно проявлять недовольство. Они будут постоянно жаловаться. Им все мало. И когда мы читаем Ветхий Завет, по крайней мере, вот книгу Исход, то возникает впечатление, что это люди какие-то неблагодарные, гнусные, капризные. И что же с ними сделать? Они самостоятельно не способны ни на что, они не способны найти себе пищу в пустыне, они способны лишь жаловаться. Моисей передает эти жалобы Богу. И с точки зрения людей жалоба возымела свое воздействие, поэтому так и нужно продолжать. Но вот теперь Бог вдруг преломляет эту логику и предлагает нечто совершенно новое. Это не имеет ничего общего с их материальными или физическими потребностями, но это принципиально для их психологического здоровья, для их нравственного здоровья и духовных потребностей. Бог предоставляет им возможность научиться дарить. И здесь происходит какая-то очень важная метаморфоза и преображение. Мне часто вспоминается один эпизод из моего детства, как и многие люди, пережившие войну или послевоенную разруху. Мои родители не были состоятельными, они не были сами избалованы подарками и легкой жизнью, и поэтому старались всячески как-то сделать что-то доброе и счастливое для своих детей. И что может сделать ребенок в ответ на эту доброту, в знак благодарности? В нашей семье не было такого обычая ребенку давать деньги, например, еженедельно давать какие-то чаевые, которые можно было складывать для того, чтобы потом что-то себе купить или потратить на себя. Не было такого. Деньги были всегда общими, и это как-то осложняло ситуацию. С одной стороны, ты знал, что все, что в семье, принадлежит тебе и к твоим услугам, но вместе с тем ты как бы ни на что специально и не претендовал, кроме случаев, когда действительно это нужно. И вот какой подарок может сделать ребенок своим родителям в таких условиях? И я помню, что в детстве единственное, что мне удалось подарить маме, скажем, к празднику 8 марта, это была какая-то совершенно дешевая, самая дешевая пластиковая фигурка оленя или лани, которая прилегла на земле. И мне она тогда показалась самым подходящим образом такого тепла, уюта, какой-то радости. Я представил себе там олененка, который играет рядом со своими родителями. И спустя много лет, я вспоминаю это не без волнения, потому что, с одной стороны, это была абсолютно дешевая безделушка. Впрочем, в магазине не так уж много было подарков. Это было почти все абсурдно. Но, может быть, самым незабываемым было то, с каким вниманием мама приняла этот подарок. С тем вниманием, с каким родители способны принять подарок от ребенка, который, в принципе, им обязан всем, полностью зависит от них. Мама поставила в серванте на самое видное место. И я тогда почувствовал, насколько для родителей этот предмет представляет ценность. Но это просто такой бытовой пример того, что происходит, когда кто-то более сильный, более привилегированный позволяет другому возможность что-то подарить, проявить свою благодарность, свою признательность, и тем самым придает ему достоинство. Вдруг ты чувствуешь какую-то не просто любовь, которая проявляется в заботе, но какое-то уважение. Ты что-то значишь в жизни другого человека. Это, собственно, то же самое, что происходит с народом Израиля. То, как Бог хочет привить чувство собственного достоинства у своего народа, чтобы они не были сборищем попрошаек, людей зависимых и людей завистливых. И другой, может быть, очень болезненный вопрос, связанный с этим, конечно, связан с милостыней и с подаяниями. К сожалению, в нашей современной культуре слово «милость» очень часто рифмуется со словом «милостыня», «подаяния». Это считается чем-то достаточно унизительным. Это для людей, которые потеряли чувство собственного достоинства, попрошайки, бродяги. Но стоит обратиться к Священному Писанию, потому что там существует очень тонкая и богатая культура того, как делать милостыню, как оказывать кому-то благодеяние. Во-первых, даже самый бедный человек, который вообще живет исключительно на подаянии, на милость кого-то, ему предписывается тоже делать подарки другому человеку, потому что всегда рядом с тобой есть кто-то, кто более нуждающийся, чем ты, с кем ты можешь поделиться. И поэтому абсолютно предписание – подавать милостыню, оказывать благодеяние, от которого не освобождаются даже те, у кого нет ничего. И только в таком случае эта милость имеет смысл, и она приносит плоды. Вообще, очень часто возникает вопрос, а вот нужно ли подавать попрошайкам, ведь они же могут пропить, потом, может быть, на самом деле у них гораздо больше денег, чем у вас. Нужно ли подавать или нет. В Ветхом Завете есть очень тонкий нюанс. Говорится о том, что настоящим подаянием и милостынью является то, что потом приносит плоды. Любая милость должна умножаться, приносить плод. Поэтому, если ты даешь подаяние или оказываешь помощь кому-то, кто потом в свой черед окажет помощь другому человеку, вот тогда происходит умножение, выстраивается какая-то цепочка и круговорот вот этой благодати в природе. Если ты подаешь кому-то, и это уйдет как вода в песок, это будет пропито, растрачено, либо зарыто в землю, это не будет милостынью, это будет расточительством. Но это кажется сейчас нам казуистикой. Но, тем не менее, в некоторых жизненных ситуациях мы это можем увидеть. Итак, здесь вопрос не только каких-то материальных богатств или финансов. Здесь вопрос психологии и вопрос духовной жизни человека. И, конечно, жить на милости у кого-то, зависеть материально от кого-то, это положение достаточно унизительное для многих людей. Поэтому верующие люди могут обратиться к Богу в молитве с просьбой быть зависимым и жить только на его милости, но не быть в рабстве и в зависимости от щедрости и милости других людей. Для того, чтобы эта милость не обращалась в своего рода наркотик, когда человек просто этого ждет, как очередной дозы, нуждается и, получив ее, не испытывает никакой благодарности. Вот это предписание приносить, в свою очередь, дары Богу, оно очень важно и исцеляющее для каждого из нас. В Ветхом Завете есть еще несколько удивительных предписаний, которые касаются тактичности и этики отношений. Например, даритель никогда не должен знать личность того, кому он приносит дар, кому он оказывает милость. И наоборот, для того, чтобы потом, когда эти люди встретятся на улице, чтобы никто из них не испытывал ни неловкости, ни какого-то чувства собственного превосходства и своей значимости. Для того, чтобы милость была абсолютно чистым даром, освобождающим от всякого недопонимания, зависти, ненужных страстей. Иначе это вообще не будет благотворительностью. Другое очень важное предписание, конечно, оказывать милость – это не означает решать проблемы за другого человека. Оказать милость – это значит подкрепить духом, поддержать человека, чтобы он почувствовал свое достоинство, свою значимость как человек, помочь ему деньгами для того, чтобы он потом смог продолжить и принести какие-то новые плоды. Например, помочь найти работу, но при этом не решать проблемы, а для того, чтобы человек мог просто использовать это как точку опоры для дальнейшего развития, а потом, в свою очередь, помогать другим. И именно это является высшей формой милости, высшей формой праведности. И самое главное здесь – это, конечно, то, что человеку возвращается его достоинство. Мы страдаем не столько от материальных недостатков, сколько от того, когда нас кто-то не уважает, нами пренебрегают, игнорируют. Настолько это важно для каждого из нас. И сооружение Скинии Завета, первого храма, святилища, является прекрасным примером тому. В другой момент истории, когда царь Соломон готовится к освящению первого иусульмского храма, он в своей молитве рассуждает, действительно ли Бог живет на земле, ведь небо и небеса не могут вместить его. Разве Бога может вместить храм, который он построил, как этот маленький храм, даже самый величественный из них, может стать вместилищем Бога, сотворившим Вселенную. И здесь это замечательный образ того, что Бог соглашается жить даже в самом скромном и в самом убогом храме, если он посвящается ему как некий дар, как некое приношение, как некая благодарность, как проявление щедрости. Точно так же, как родители или те, кто богаче нас, или, может быть, от кого мы зависим, принимают иногда с благодарностью и достоинством те подарки, которые мы можем друг другу сделать. В любом случае, именно на этом основана какая-то новая этика отношений людей, отношений любви, благодарности, доброты, которые поможут народу Божию существовать на протяжении истории. И до тех пор, пока это присутствует в народе, эта способность приносить дары, делать что-то бескорыстно, чистого сердца, с радостью, не ожидая от чего ответ, пока это существует, то действительно врата ада не одолеют церкви. На портале Exeget.ru с вами был протеерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.